За 5 часов установим гранульную горелку в ваш дровяной котел с управлением через смартфон. Всего стоимость этого комплекта 1899 евро с работой и плюс еще с дорогой. И также можно это все оформить в кредит. И при этом сохраняем мы дровяное отопление. Как у нас получилось, нам хозяин привез вот эту дверцу. Мы утром привез, мы отвезли мастеру и мастер к вечеру нам сделал и уже вместе с заглушкой. Здесь прошу обратить внимание, что у этого котла дверца не простая, а она под наклоном. И поэтому нам надо было здесь еще установить один дистанцер. Вот. И получается, хозяин рассказал, что 3 года назад, когда покупал он котел, и продавец, который ему его продавал, сказал, что скоро перейдешь все равно на гранульное отопление, потому что замучаешься с дровами. Так оно, в принципе, наверное, и получилось, потому что сегодня мы приехали и установили вам вот эту горелку. Ну и причина, почему все-таки еще установил, потому что некому колоть дрова. Ну и так как дом у нас 140 квадратных метров, то в среднем расход, который всех интересует, но еще раз напомню, что аналогов вашему дому нет, он один в мире, поэтому расход плюс-минус. Но 75% на 140 метров квадратных расход у нас 700 килограммов в месяц. Так как отопительный сезон в Латвии длится у нас 7 месяцев, мы находимся в Сигулдасновоц и Лайдургаспагаст. Ну вот, мне хозяин подсказывает и согласился, спасибо, что держит телефон и снимает. Вот. И таким образом у нас 5 тонн в среднем в сезон. Не надо обращать сильно внимания, когда у вас будет в феврале, допустим, минус 21 неделя, и надо будет засыпать сюда, грубо говоря, не полтора-два мешка в день, а допустим 4. В среднем за сезон это никак не повлияет. Вот. И здесь также был какой вопрос, что делать, если нет интернета. Так как у нас подключено через приложение Firoli Connect управление этой температурой из любой точки мира в доме, то получается, что если нет интернета, то вы просто не видите, какая температура дома в смартфоне. Но, прошу обратить внимание, здесь у нас есть два датчика, один мы установили вот здесь на шкафу пока временно, да, то есть вот здесь у нас, допустим, сейчас есть 26 градусов, а вот здесь второй датчик от него, то есть у них, они работают по своему протоколу. То есть все будет у вас работать, вы просто не можете увидеть это в своем смартфоне, пока нет интернета. Ну и также вы можете повышать и понижать температуру в доме при помощи кнопочек здесь мануально. Поэтому телефон телефоном, как бы датчик у них все равно работает в ручном режиме. Ну и еще хозяин сказал, что есть много, когда вы на дровах, то это много операций. Плюс сказал, что это грязно и когда кто-то встает, жена, допустим, утром встает, то получается, что всегда это сыр, холодно и первое, что надо делать, это, конечно же, топить. И плюс надо много дров, чтобы нагреть этот дом, а потом получается вам жарко, особенно если у вас еще солнышко выходит. Вот, ну и здесь также хочу сказать, что здесь один циркуляционный насос. Прошу показать вот этот один насосик, да, то есть вот он один насосик и на бойлер, и на отопление дома. И сейчас мы пойдем, посмотрим бойлер, но здесь управление идет через вот этот регулятор. Здесь вы выставляете температуру, в данном случае мы поставили 45 градусов на включение и выключение циркуляционного насоса. И очень важный момент, да, здесь было прикрыто на 45 градусов, когда вы переходите на отопление гранулами, то так как влажность у дров 25%, а у гранул 6%, то в этом случае не нужна перемычка между вот этой вот подачей и обраткой. То есть для наибольшего КПД. Вот, поэтому я здесь этот вентиль прикрыл, когда топите дровами, так же его на 45 градусов повернете обратно. Ну и за стенкой у нас, вот вы видите по трубе, у нас идет, сейчас мы посмотрим, что у нас в бойлере. То есть здесь у нас вот из той комнатки заходит подача и обратка от котла и таким образом он используется, ну нагревается как радиатор. То есть получается в этом случае, что летом хозяин хочет отапливать его бойлером, что в принципе логично, потому что так как это помещение не котельное, а это в принципе комната, то в этом случае, когда на улице 25 и еще котел там дает свою температуру вместе с дымоходом, это будет просто жарко. Поэтому нужно закрыть, допустим, эти два вентиля подачу и обратку, чтобы самотеком, бойлером не греть дом. Но потом надо зимой не забыть открыть эти два вентиля на бойлер и вытащить вилку из розетки, чтобы греться только от грамма. Так, сейчас я еще что-нибудь скажу. Да, был еще один такой прикол. Хозяин говорит, ввел адрес Палкнулас 11, где мы находимся, дунул здание с большими стеклами, а у нас оказалась будка. То есть у нас деревянный домик, если кто будет приезжать, не удивляйтесь. Вот, и редкий случай, еще хотел, наверное, сказать. Два момента. Так получилось, что вот этот шнек у нас, наверное, уже на постоянке идет он красного цвета, что очень соответствует вот этой, скажем так, этому цвету. Ну и напомню, что был еще вопрос про шибер. Шибер у нас должен быть открыт в случае, если вот этот патрубок, да, он уже горячий. Если он абсолютно холодный, да, то тогда можно чуть-чуть прикрывать вот этот шибер тот, да. Вот, ну, наверное, на этом все. А сколько у нас там минут? Семь минут. Да, семь минут. Ну, тогда еще скажу за две минуты, может, еще уложусь, что хозяин сказал еще, что здесь у нас 12 радиаторов. Напомню, что там, где у нас стоит температурный комнатный датчик, в данном случае на шкафу, были закрыты два радиатора. Обязательно открывайте эти радиаторы, где находится датчик. Иначе у вас будет большой расход гранул. Вот. И что делать, если пропало электричество? Если пропадает электричество, то так как свой вентилятор подает туда воздух, при отсутствии электроэнергии вентилятор не работает, и воздух туда не подается. И, соответственно, гранулы тоже работают от электричества, подаются. Соответственно, тоже дров, чему гореть, там нету. Поэтому, если даже при 80 градусах у вас остановится, пропадет электроэнергия, то в этом случае максимально на 10 градусов может подняться температура. Почему? Потому что там нету полной закладки дров, не надо оттуда ничего вытаскивать, потому что горит просто жменько градус. И таким образом, что вы получаете? Вы получаете, что у вас круглосуточно постоянная температура, и у вас в 6 утра, когда надо вставать, чтобы было более-менее тепло, вам не надо, потому что все поддерживается автоматически. Ну и напомню, что здесь бункер у нас на колесиках, потому что хозяин говорит, может быть, я потом поставлю его напротив котла, но мне кажется, так более удобно, нежели напротив котла. Так что смотрите нас в Тип-Токе, на Ютубе, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Галобле. До свидания.